Нам поступили вопросы к брифингу, в частности от агентства РИА Новости, как МИД может прокомментировать происходящие в США беспорядки. Мы можем их прокомментировать в очередной раз. Это краткий ответ, более подробный. Могу вновь сказать, что принципиальные оценки по этой теме на днях высказал президент России в интервью телеканалу «Россия-1». Очевидно, что происходящее в США – это, с одной стороны, отражение застарелых проблем, в частности, с преодолением расового неравенства в обществе, с другой – результат острого внутриполитического противостояния, которое разворачивается там последние годы. Глава российского государства акцентировал, что и в Советском Союзе, и в современной России всегда с симпатией относились к борьбе афроамериканцев за свои права. Но, конечно, когда борьба за естественные права приобретает характер разгула, погромов, это не ведет ни к чему хорошему. Также президент России выразил надежду, что, цитирую, «фундаментальные основы американской демократии – это возможность стране выйти из полосы кризисных явлений». Конец цитаты. Мы по линии Министерства иностранных дел неоднократно комментировали протестные выступления, которые вспыхнули в американских городах после убийства Джорджа Флойда. Не первый год мы указываем на системные изъяны, а это все-таки очередное их проявление США в право-человеческой сфере. Среди них дискриминация по расовому, этническому, религиозному признакам, полицейский произвол, предвзятость правосудия, переполненность тюрем, бесконтрольное применение огнестрельного оружия и средств, так называемых, средств самообороны, частными лицами и очень многие другие вопросы. Печально, что на этом фоне Вашингтон из года в год, отказываясь расширять свои международные права и обязательства в гуманитарной сфере, по-прежнему не участвует в большинстве основных международных соглашений по правам человека и сознательно ведет дело к свертыванию своего участия в международных профильных универсальных структурах. Напомню, так гарантии прав афроамериканцев, как, в общем-то, они были закреплены в целом ряде международных договоров в области прав человека. Однако сфера их применения в отношении США ограничивается международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации, международным пактом о гражданских и политических правах. Остальные международные инструменты, которые могли бы быть использованы для защиты прав афроамериканцев, включая, в частности, международный пакт об экономических, социальных, культурных правах, конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, конвенцию о правах ребенка, они не ратифицированы Соединенными Штатами Америки. Одновременно, Вашингтон сознательно ведет дело к свертыванию участия в неустраивающих его форматах. Примеров тому немало. Выход США из Совета ООН по правам человека. Он был воспринят, кстати говоря, многими государствами как демонстративное пренебрежение не только к деятельности Совета, но и вообще в целом к системе ООН. Очевидным свидетельством чрезвычайного характера сложившейся в США ситуации стало проведение по инициативе группы Африканских государств 17 июня в ходе возобновленной 43-й сессии СПЧ срочных консультаций, срочного заседания. Оно было посвящено нарушениям прав человека, систематическому расизму, полицейскому насилию и насилию в отношении демонстрантов. Большинство участников дискуссии подвергли серьезной критике действия властей Соединенных Штатов Америки. Представители международных правозащитных НКО требовали учреждения специальной миссии по расследованию нарушений США прав лиц африканского происхождения, звучали настоятельные призывы к администрации неукоснительно выполнять положение Дуроменской декларации и программы действия по борьбе против расизма 2001 года. Итогом этой срочной экстренной встречи стало принятие резолюции СПЧ, которая называется следующим образом «Поощрение и защита прав человека и основных свобод африканцев и лиц африканского происхождения от чрезмерного применения силы и других нарушений прав человека со стороны сотрудников правоохранительных органов». На серьезность и актуальной ситуации с разгулом расизма, полицейским произволом в Соединенных Штатах Америки практически ежедневно указывают специальные процедуры СПЧ, которые выступают с весьма жесткими и открытыми заявлениями и обращениями в адрес официального Вашингтона комитет по ликвидации расовой дискриминации применительно к ситуации с массовыми протестами против расизма в США. Задействовал также процедуру раннего предупреждения, опубликовав 12 июня специальное заявление, в нем указано нарушение прав расовых и этнических меньшинств. Также содержится требование к Вашингтону как можно скорее представить очередной доклад о выполнении соответствующего решения Комитета по ликвидации расовой дискриминации. Срок представления был назначен на 20 ноября 2017 года, но, увы, и отразить в нем меры по борьбе с указанными негативными аспектами. Ситуация в США привлекла также внимание и уполномоченного, в частности, Управление Верховного комиссарона по правам человек, госпожи Бочелет. Она призывала Вашингтон однозначно осудить структурный расизм, разрушающий американское общество, и предпринять действия по решению проблем неравенства. Разумеется, мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации, фиксировать действия правоохранительных органов США на этом направлении. Мы сходим из того, что, осуществляя мероприятия по пресечению мародерства, других противозаконных действий власти не должны нарушать право на свободное выражение своего мнения и право на свободу мирных собраний. Будем и далее требовать от США, традиционно проявляющей показную заботу о других странах, неукосительно соблюдать демократические стандарты и обеспечивать свободу граждан непосредственно у себя дома, в Соединенных Штатах Америки. Еще один вопрос. Пакистан Росмедиа. В западных СМИ сообщается, что президент Трамп рассматривал возможность проведения ядерных испытаний. Как Россия к этому относится? Я хотела бы напомнить, что в ходе брифинга 28 мая мы уже комментировали сообщения американских СМИ о возможном возобновлении ядерных испытаний США. Мы не склонны драматизировать ситуацию. Все-таки речь идет не о решениях американского руководства, а об обсуждении некой непроверенной информации со ссылкой на, опять же, неназванные источники. Вместе с тем, нас не может не беспокоить позиция Вашингтона по отношению к договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и в целом к режиму нераспространения и контроля над вооружением, о чем я говорила сегодня достаточно подробно. Мы говорили о том, что есть немало признаков подготовки в США почвы для возможного отзыва своей подписи под договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Опять же, приводили конкретные примеры. Это и опубликованная в 2018 году новая ядерная доктрина США, в которой прямо прописан отказ Вашингтона от курса на ратификацию договора и повышение готовности Невадского испытательного полигона и получившие широкий резонанс в СМИ обсуждение возможности возобновления ядерных испытаний в ходе вроде бы такой рутинной процедуры обзора осуществления программы поддержания ядерного боезапаса и так далее. Мы отмечаем, что в случае, если США действительно решатся возобновить ядерные испытания, это будет непоправимым ударом по всей системе нераспространения и контроля над вооружениями. Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что Российская Федерация неукоснительно придерживается введенного в 1992 году добровольного моратория на ядерные испытания. Пока такой мораторий добросовестно соблюдается другими ядерными государствами, участниками договора о нераспространении. Необходимо предпринимать все возможные усилия для того, чтобы договор все-таки вступил в силу. Ответственность за то, что это еще не случилось, это не произошло, лежит на остающихся восьми государствах, которые затягивают подписание или ратификацию этого документа. В их число входят не только Соединенные Штаты Америки, но, например, и Пакистан, коль скоро этот вопрос пришел от этого СМИ. И еще один вопрос. Телеканал Аризо и афганское информационное агентство AG News интересовались относительно сообщений американских СМИ, ссылающихся на заявление движения «Талибан». Одна из структур ИГИЛ в Афганистане подготовила покушение на Халилзада, официального представителя США. Как, по вашему мнению, это может отразиться на ходе мирного процесса в Афганистане? Это вопрос. В этой связи хотел бы ответить, что специальный представитель Госдепартамента США по афганскому примирению, господин Халилзад, пролагает активные усилия, в том числе в рамках расширенной тройки России к НРС США по побуждению противоборствующих сторон конфликта к скорейшему выполнению условий, необходимых для запуска прямых межафганских переговоров. Мы рассчитываем, что афганские власти предпримут исчерпывающие меры по предотвращению возможных провокаций в отношении мирного процесса в Афганистане, включая покушение на жизнь дипломатов, содействующих его продвижению.